Администрацию парка высоких технологий могут наделить полномочиями по контролю за криптобиржами. Такое предложение правительства сегодня внесло на рассмотрение президента. Во Дворце Независимости говорили о необходимости пресечения незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий. В последние годы цифровая трансформация буквально перевернула мир финансов. Вхождение токенов и криптовалют стало обыденным во многих странах. Их используют наравне с традиционными деньгами. Правда, пока не везде эта сфера в полной мере контролируется государством. Практика применения цифровых денег в Беларуси показала, что кричащих злоупотреблений в этой сфере нет. Однако правительство вместе с Комитетом госконтроля и Нацбанком полагают, что надзор точно не будет лишним. В то же время президент убежден, потенциал этой сферы огромен. Мы должны рассматривать цифровые технологии с позицией не только угроз, но и возможностей для развития. Поэтому тем, кто начнет сейчас вопить, что мы тут зажимаем, закрываем, чуть ли не на IT опять наступаем, на финансовый рынок, хочу сказать, что речь идет о контроле, с одной стороны цивилизованном контроле, а с другой стороны мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот сегмент. В ковидный период прошлого года страны, мировые лидеры напечатали триллионы долларов для сохранения собственной экономики, поддержания бизнеса и людей. По-моему, недавно американцы одобрили объем 1,9 триллиона долларов для поддержки собственной экономики. Ну, просто напечатали деньги. Но куда хлынули эти средства? Их стали вкладывать то, что имеет наибольшую перспективу к росту. Ну, естественно, прибыльность. В IT-индустрию. Даже стоимость ничем не подкрепленной криптовалюты достигла рекордных значений. Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана. И это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну. При всех проблемах и сложностях. Возможность развития криптоплатформ заложили несколько лет назад в декрете, регулирующем работу парка высоких технологий. Сейчас экспортная выручка резидентов ПВТ сопоставима с отдачей от калийного гиганта. Настало время введения контрольной деятельности за бурно развивающимся сегментом криптобирж. В соответствии с общеевропейскими правилами, наша страна должна была обеспечить наличие соответствующего госоргана, который контролировал бы эту деятельность. Логично, что наиболее компетентной, наиболее понимающей в сфере это администрация парка высоких технологий. И правительство внесло предложение с тем, чтобы таковым контролирующим органом по деятельности криптобирж и цифровых знаков являлся администрация парка высоких технологий. Президент поддержал. Речь также шла о необходимости создания государственного регулятора всей цифровой сферы. По мнению президента, решение этого вопроса необоснованно затянуто. Правительство занято поиском людей с необходимыми компетенциями, дабы не подходить к теме формально. В целом же власти намерены максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества. Космические аппараты легче и меньше. Это одна из целей белорусско-российской программы «Технология СГ». В ней активно участвует Институт тепло- и массообмена Академии наук Беларуси. Здесь создают элементы и технологии, которые используются при создании малых космических аппаратов для поддержания энергопитания, теплорегулирования и даже непосредственно для управления. Сейчас работают над новыми деталями для двигателей «Ракет будущего». Создан прибор, который позволяет обеспечивать качество нанесения покрытий на внутреннюю поверхность сопел ракетных двигателей. Он использует обычный принцип. Создаются акустические волны, определенные длиной волны и амплитудой. Их отражение от различных слоев материалов, нанесенных на сопло, позволяет судить о качестве и изготовлении сопла. Качество изготовления сопла – это надежность, это предотвращение аварий при работе ракеты в целом. Запустить ракету и затем вернуть ее на Землю – задача, которую решают в том числе и белорусские ученые. На аппаратах, где есть отечественная составляющая, летает в космос и наш земляк Олег Новицкий. Сейчас он готовится к очередному полету к звездам. Это будет его третья миссия на Международную космическую станцию. Новицкий полетит в качестве командира экипажа. Старт намечен на 9 апреля. В ход пошли мусорные баки и скамейки центра Еревана. Снова перекрывают протестующие. На улице Саят-Нова из-за этого образовалась огромная пробка. Участники акции заявили, что протестуют против антинародной и губительной для страны политики премьер-министра Никола Пашиняна. Полицейский митинг разогнали. Им же самим пришлось убирать с проезжей части все, что мешало движению. Еще 20 жертв в Мьянме за минувшие сутки. Всего с начала февраля во время протеста в стране погибли около 180 человек. Накануне акции продолжились в нескольких городах, а до этого воскресенье стало самым кровавым днем после госпереворота. За одни только сутки на улицах погибли более 70 демонстрантов. Силовики разгоняли толпу водометами, светошумовыми гранатами и боевым оружием. В Янгоне демонстранты тоже ответили стрельбой. Есть жертвы и среди полицейских. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела об организации маршей студентов. Сейчас такая задача – это фотографию сделать и прийти на второй этаж, где вся администрация сидит. У них под дверьми там нужно пошуметь и побесить их. Вот, собственно, и все. Обвиняются 12 человек – студенты, преподаватель и представитель так называемого Координационного совета. В уголовном деле они фигурируют как организаторы акции протеста в столичных вузах. Призывы, листовки, администрирование телеграм-каналов – все детали оговаривали с Тихановской. В результате студенты блокировали коридоры и лестницы, мешали пройти тем, кто не с ними, и поднимали шум, чтобы сорвать учебный процесс. В протестную деятельность были вовлечены студенты таких учебных заведений, как Белорусский государственный университет, Белорусская государственная академия искусств, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танко, БГУИР, БНТУ, а также Минский государственный лингвистический университет. Всем 12 обвиняемым инкриминируется организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц. Санкции прокурора в отношении всех обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для координации обсуждения проводили видеоконференции, их приобщили к уголовному делу, которое передано прокурору для направления в суд. От стоматологов до педиатров около 800 выпускников Минского медуниверситета сегодня узнали свои первые рабочие места. В нынешнем году дипломированными специалистами станут более 2,5 тысяч студентов-медиков. Треть из них заканчивает Белорусский государственный медицинский университет. Впервые при распределении здесь учитывали не только общий балл, но и работу студентов в ковидных стационарах. Таких выпускников в УЗИ более 300. Я на самом деле очень довольна. Я сейчас спешила сообщить об этом своим родным и близким, потому что они на самом деле очень не хотели, чтобы я заняла ту должность, которую я сегодня получила. Я хотела должность психиатра-нарколога, потому что мне очень интересна область психиатрии, головной мозг и сердце связано с этим. Львиная доля в ходе двух фактически раундов, скажем так, согласования, уже подписали свои желаемые места по распределению. Конечно, возникают у наших коллег вопросы. Кто-то хотел бы сменить профиль, поменять один регион на другой регион. И медицинские вузы в этом отношении всегда отличались тем, что министр, ну в каждом случае его первый заместитель или главный государственный институтарный врач проводит личное распределение. Комиссия беседовала с каждым выпускником и по возможности постаралась учесть пожелания. Большинство младых специалистов направили в регионы. Работать врачи будут не только в сфере здравоохранения, но и в социальной защите, санитарных службах и силовых структурах. Страны Европы одна за другой приостанавливают вакцинацию британо-шведским препаратом AstraZeneca из-за серьезных побочных эффектов. Последними о приостановке объявили Швеция, Испания, Словения, Кипр и Латвия. Там ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств, которые сейчас расследуют случаи образования тромбов у некоторых пациентов после вакцинации. Сегодня ситуация обсуждается на экстренном заседании ВОЗ. В компании, выпускающей препарат, обвинения не принимают, утверждая, что преимущества перевышают риски. Тем временем во Франции обнаружен новый тип ковид, который не определяется ПЦР-тестами. Им уже заразились 8 человек. Южноафриканский штамм добрался до наших соседей – России. Случаев пока только два. А вот из Украины пришла новость о новом в стране комбовирусе. Штамм с признаками британского и новыми, ранее неизвестными. Официальную эту информацию наши южные соседи пока не подтверждают. От необустроенных дворов до судьбы акции предприятия. В Полоцком районе сегодня граждан принимал помощник президента по Витебской области Анатолий Леневич. Кто-то приходил с личной проблемой, другие поднимали вопросы, которые волнуют жителей целого микрорайона. На окраине Полоцка в бывшем военном городке почти два десятка многоэтажек. Проблемы благоустройства дворов жители уже не раз поднимали, но должного внимания местная власть ей не уделяет. Более сотни дворов во всем городе необходимо привести в порядок. Сейчас активно проводят работу над ошибками. Дворовые территории в Полоцке, к сожалению, проблема на сегодня, но вопрос не стоит на месте, то есть занимается исполком этим вопросом. В прошлом году уже отремонтировано порядка 17 дворовых территорий, но то, что впереди предстоит большая работа, это однозначно ясно. Жители района смогли задать волнующие вопросы и лично, и по телефону каждый выбрал удобный для себя способ обращения. К общению граждане, подготавливаясь основательно, сделали фото. Это значительно упрощало обсуждение и поиск верного решения. Прозвучало и предложение об увековечении имени героя Советского Союза Андрея Писаренко, который свои последние годы прожил в Полоцке. Сегодня в Белоруссии продолжился праздничный марафон вручения паспортов. Документ гражданина 14-летним школьникам вручали в Палате представителей. Эти ребята из Витебской области. Каждый в чем-то успешен в учебе, спорте, общественной жизни. Документ своим землякам вручал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. Каждому из ребят досталась книга «Я гражданин Республики Беларусь». Нам очень повезло быть гражданином Республики Беларусь. И государство позаботилось о том, чтобы перед нами были открыты все дороги. И теперь наша очередь вносить какой-то вклад в историю нашей страны. И я думаю, что мы будем гордо носить звание гражданином Республики Беларусь. Получение паспорта – это очень важный рубеж в жизни каждого человека. Для меня это новый этап вхождения во взрослую жизнь, где появляется большая ответственность за собственную судьбу, но также и появляются новые права. Гости с севера страны смогли поближе познакомиться с работой Нижней палаты парламента. Состоялась экскурсия в овальный зал, где проводятся важные заседания и принимаются законопроекты.